Привет, я Александр Лёнин. Не умею петь, не умею играть, не умею чувствовать, ничего не умею. Сейчас я буду импровизировать, чтобы вы посмеялись или просто проигнорировали, потому что я абсолютно бездарен. Сейчас еще у меня провод очень плохо. Простите. Простите, пожалуйста, за это. Сейчас я просто буду импровизировать. Что нас ждет в будущем? Задумываешься ли ты, моя прекрасная, дорогая? Скажи, ты думаешь о том, что будет через 50 лет? Нет, 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 не думают никто. Они все курят и бьют с малых лет, с малых лет. Их учат этому в школах, там нет Бога, там, где нет Бога. Их не учат быть добрыми людьми. Они выживают, как могут, делают кого-то изгоем. Их учат быть просто ходячим персоналом для этой системы. Учат тебя, приучают тебя к будущей работе. На эту систему. Давай просто забыть об этом, дорогая. Давай просто обнимемся, обнимемся, очень крепко. И я в ответ обниму тебя так крепко, как никогда, Как никто тебя не обнимал. Никто тебя не обнимал. Да, я не умею играть на гитаре и не умею петь. И лицом мне не вышел в рожи, не вышел я. Но не мне судить, мне все равно. Да, я угроз. Выгляжу очень отвратительный. Самый себе я мерзок, но просто я мечтаю рисовать. На стенах серых, грязных стенах Красивые пейзажи, легкими мелками, Мягкие пейзажи, детскими мелками. По каждым день пейзажи, каждый день Я мечтаю рисовать. В этом смысл моей жизни, понимаешь? Потому что Я сумасшедший. Я не получаю за это ни торжа. С семнадцати лет рисую на бетонных серых битах. Я просто сумасшедший. Ну, хотя бы обними меня, если ты... А вообще-то, не надо меня обнимать. Зачем? Разве я достойный того? Я знаю, ты бросишь меня рано или поздно. Ну, я буду всегда вспоминать о тебе. Ты будешь сниться мне. Так устроен мой мозг. К сожалению. Мой мозг, что-то с ним не так считают все. И сам я... Он слушает зацикли на одну песню. Потому что повредили в детстве. Я одинок. И я прошу тебя. Приди ко мне. Давай встретимся. И просто обними меня. Поцелуй мне. Делай, что хочешь со мной. Если захочешь. Ты не будешь спать всю ночь. Как любви. А утром мы с тобой и будем пить кофе, если хочешь. Я приму таблетки, а может и не буду принимать, потому что ты меня любишь. Потому что ты меня любишь. Мне не будет одиноко. Ну, если бы у меня будут друзья. Хотя на самом деле друзей не существует. Ни у кого. Ни у девушки ни у кого не существует. Его. Один парень сказал, в художественном училище, где учился. Он сказал, моя девушка. Ну, типа, моя. Он назвал ее своей. Но она на самом деле не его. Она своя. Понимаешь, она своя. Она может уйти в любой момент. И ты будешь. Ты не будешь горевать. А вот я буду горевать. Если от меня уйдешь. Когда от меня ушла девушка, я стал горевать. Когда она разлюбила меня. Я горю до сих пор. Я плачу до сих пор. У меня нет будущего. Я бы на твоем месте сделал то же самое. Все говорили ей, что я ничтожный паразит. Я немного устал. Можешь пить мою кровь. Я пришел везде, нарисовал. На стене мелками растирал. Пальцами своими. С них сочится кровь. Я вырынул свои пальцы с мылами руки. Но кровь сочится ручья. Мы ляжем с тобой в ванне вдвоем. И вода окрасится кровью моей. Ты будешь это зачем-то тебе нужно. Принимай такие ванны, как делала моя бывшая, моя любимая. Которая до сих пор в голове и в сердце моем. Я готов тебе отдать всю свою кровь. Лишь Лишь бы вернуть. Если бы что-то могло мне помочь, я бы все отдал. Называй меня кем угодно. У меня так очень грустно без тебя. Бесконечно. Я словно в ват попал. Моя мечта сделать город чудом света. И я могу это сделать просто в трех словах. Богатый человек строит или шпаклюет имеющиеся дома, ему принадлежащие, определенные жесткости, штукатуркой, на которую хорошо ложатся мои мелкие. Я вам покажу образец. Я разрисовываю бесплатно. И его дома становятся меккой для туристов. Хочешь этого? Почему ты этого не хочешь? Я могу это сделать бесплатно. Ты даже не можешь ничего не платить мне. Тебе даже не надо ни копейки платить за это. Твои дома будут самыми красивыми в округе. Разрисованные с душой. Но никто этого не хочет. Но никто этого не хочет. Никому это не нужно. Я никто, меня никто не знает. Только гадости обо мне лишь слышно. Я могу сделать твои дома меккой для туристов. Они будут фотографироваться на фоне твоих домов. И если ты там откроешь магазин, ты будешь, ты разбогатеешь. Посмотри посылки на мои рисунки. Это все простыми детскими мелками на серой плитке. На стене твоего дома я также могу нарисовать, если ты захочешь. И весь дом будет разрисован такими пейзажами. Представь себе только. Попробуй представить. И это будет счастье для тебя и для меня и для моей мамы. Никто на это не обратит внимания. Никто не услышит мой голос. Я в одиночной камере. Пожалуйста, задонайте хотя бы на лекарства. На флокситин, на нейролептик терроризжен. Он мне очень помогает. Потому что у меня нет друзей и нет подруг в реальности. Ты можешь отличить в контакте цифру от реальных друзей. Прошу вас. Серьезно прошу, пожалуйста. Поддержите меня. Чтоб я хотя бы купил за себе Нейролептик. Чтоб моя жизнь не казалась меня ароматом. А если вы хотите, чтобы я жил в аду, То ничего не делайте. Не занадите-то. Я буду... Я, скорее всего, попаду в тюрьму в итоге. Вы не понимаете. Это случилось не из-за того, что я стал принимать таблетки. А случилось из-за того, что меня психически уничтожили, А потом физически забили. Меня били по голове, По вискам, по глазам. У меня могут быть дистрофии обоих сетчатых глаз. Я могу показать, справка все есть. Я не лечу. Ни копейки ваших денег с налогов не идут на меня. Простите за такое грустное окончание. Я люблю тебя. I love you. 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 I try and escape these simple jokes. Please, please help me. I love you. I just want to try and escape these simple jokes. Пис, please, 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 please. I love you. I love you. Ой, я тебя люблю. Я не умею играть на гитаре, уж прости Я люблю тебя, я люблю рисовать Я люблю твое тело, люблю твою душу Я люблю тебя, я люблю красоту сделать из серости, как что-то красивое, что-то создать Я люблю создать Возможно, я сброшусь с крыши Об этом я думал раньше, недавно, когда не принимал твое тело, как у меня не было У меня нет друзей, нет друзей, нет девочек Я не имею, не имею друзей, не имею девочек Я один, я живу с моей мамой I live in my flat Я живу на своей квартире, но у меня одиноко не видно Приходи, обними меня И можешь жить у меня бесплатно Мне очень грустно Но антидепрессанты помогают Психологические травмы и физические Проходят И сегодня я проснулся от жуткого сна Но когда я проснулся, я подумал Почему я должен о чем-то переживать Наверное, это потому что, принимая антидепрессанты и они начинают действовать Я решил не переживать ни о чем Ладно, видишь Я мечтаю быть с тобой всегда И рисовать на улицах Но не для славы, не для денег А для людей Для красоты Посмотри мое видео на ютуб канале Называется рисование сентябрь Или рисование сентябрь Я часть первая Там и говорю И во второй части Я тоже там есть Я говорю И это правда Зачем мне жить, если я не могу сделать город для людей Чтобы они не грустили Чтобы они жили в красивом городе Моя мечта никогда не сбудется Я это знаю Очень жаль Я в последний раз обращаюсь к Богу Пожалуйста Реализуй мою мечту сделать Красивый город для людей Я обращаюсь к тебе К тебе Скажу, помоги мне Расскажи это кому можешь О моей идее О том, что есть такой человек, кто бесплатно готов рисовать Я разрисую твой дом Если он находится в том месте, где много людей ходит Они будут любоваться, проходя мимо Какой смысл Разрисовывать дом, на который только ты будешь смотреть? Я разрисовывал так уже У меня платили копейки А бывало не платили Я хочу разрисовать какой-нибудь Частный дом Потому что государство запрещает рисовать Даже мелками красивые пейзажи Они уничтожают мои надписи НОТВАР Антивоенные Сами люди Сами люди Сейчас уничтожают Понимаешь? Моё сердце болит Моё сердце болит Моё сердце болит Я не шучу, оно серьёзно болит Моё сердце Моё сердце Объясни НОТВАР НОТВАР Моё сердце И прижми сильнее Моё сердце Может мне станет легче Жаль, что это не вернуть назад прости меня я понимаю тебя и твою маму я понимаю вас на вашем месте я бы действительно так поступил вы не над это я виноват серьезно я заслужил заслуживаю всего того что я получил я скажу тебе так я не приехал тогда в москву потому что ты бы не вышел если ты не вышел я бы сбросился с небоскреба и все моя мама было бы грустно моему отцу зачем это зачем это нужно лучше я буду жить и гнить медленно без тебя у меня никого нет ни одна россиянка меня не любят даже не считаю нет в реальности нету в реальности понимаешь реальность я живу реальностью я говорю про реальность я в интернете я не очень люблю общаться вообще у меня есть интернет но я не захожу туда если хочешь научи меня играть на детали на электро детали я буду тебя очень благодарен у тебя свои дела у у тебя есть свой парень у тебя есть свои планы я александр альонин вы каком аутсайдера лично художник пока что я чувствую себя в порядке спасибо тем кто за донатил на лекарства мало кто здесь в моей стране и тем более в провинции считает мало кто считает антидепрессанты чем-то нужно мало кто считает депрессию серьезной болезнью которую надо лечить так считают только в развитых странах где есть человеческое отношение есть гражданское общество а у нас больное общество если честно довело нас так до такой нищеты государство правительство наше люди не виноваты нас держали в рабстве до 1861 года а потом на войну отправляли всех моих дедов и всех их побывали а потом все поотнимали когда была перестройка средняя точнее у страны все поотнимали как бы всех людей все стали нищими простые люди и так были нищими потеряли любую и люботу не будем об этом просто я не буду говорить тебе об этом прости за занудство видишь какой я зануда поэтому меня никто не любит все вот а сейчас я